На архитектурно-художественном совете были представлены три проекта благоустройства сквера, разработанные местными архитекторами, получившими заказ Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Представленные Анной Уваровой проекты мало отличаются друг от друга. Везде есть зоны отдыха и спорта, детские площадки, ролледром, скалодром, зоны для выгула собак, парковки. Изюминкой реконструкции сквера должен стать фонтан на центральной аллее и много зелени. Во всех трех предложениях, часть, которая по САСу-Паркетам Новос, она представляется как зона для спокойного, тихого отдыха пожилых людей, молодых семей и детей дошкольного возраста. Что касается второй части, которая большая по площади, здесь это место для активного отдыха. Представлены спортивные зоны, детские зоны, белодорожка. Все три презентованные варианта благоустройства сквера не устраивают людей. Для которых, собственно, он и создаётся. Целый год общественники отстаивали от застройки многоквартирными домами зелёную зону между улицами Борисова и Героев Бреста. И теперь, одержав победу в суде, хотят, чтобы деньги, выделенные на благоустройство сквера, который они назвали Байконур, были потрачены с умом. На архитектурно-художественном совете они представили свой эскиз реконструкциям. К презентации проекта общественников директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова рекомендовала отнестись очень внимательно. Сейчас звучит техническое задание, которое надо было получить до начала проектирования. Это очень ценные рекомендации. Я считаю, нельзя перегоражить эту центральную аллею фонтанами и другими сооружениями. Почему? Потому что это единственный путь миграции людей, проживающих на улицах Колобова, Кисаева, проспекта Октябрьской революции, прошу прощения, волнуюсь. И туда дальше это Корчагина, Правды, Киц и так далее. Там очень большое. И люди всё время снуют по этой аллее. То есть они не останавливаются не потому, что здесь не облагорожено, а потому, что им так надо. Елена Кравченко рассказала о существующих в сквере коммуникациях, о которых проектировщики не сказали ни слова, и о неучтённых пешеходных зонах. Я предлагаю, коль мы говорим о велосипедном маршруте, который будет соединять те районы туда, до Динопарка даже, может быть, там можно проложить маршрут, вот здесь, вдоль этой изгороди, здесь натоптано, и здесь оборудовать пешеходную велосипедную дорожку, чтобы она до перекрёстка, здесь она разделялась на два потока, это пошёл велосипедный маршрут на Омегу, и здесь он пошёл, этот велосипедный маршрут, туда, дальше, до Кисаева и проспекта Октябрьской революции. Значит, наличие парковки здесь абсолютно нецелесообразно, так как здесь планируется развязка круговая будут делать, и заезд на эту парковку, он крайне неудобен. Вырытый застройщиком котлован Елена Кравченко предложила использовать под роллер-дром или скейт-парк. Проект предусматривает также детские площадки, зоны отдыха для взрослых с фонтаном, спортивные площадки, территорию для выгула и тренировки собак, Изюминкой сквера – поиски изообщественников, должна стать отдельная зона для патриотического воспитания молодёжи. Вы дали ценнейшую информацию, потому что там живёте на месте и знаете, как было бы удобно. Поэтому я прошу уважаемых проектировщиков очень внимательно отработать с представителями общественности. Здесь повезло с общественниками, я вношу такое предложение. Отработайте, пожалуйста, даже, вот вам сейчас даже мы, коллеги-архитекторы, не нужны. Правда, все всё сказали. Отработайте с жителями. Здесь абсолютно конструктивный диалог, и это нужно для них. Поэтому все рекомендации, все предложения берите под основу и работайте вместе. Кроме того, Марина Ракова предложила департаменту городского хозяйства правительства Севастополя рассмотреть возможность расширения границ сквера. Проект отправлен на доработку.